Такой хороший матч, много единоборств, много эмоций, но я считаю, наша победа заслужена, потому что, в целом, это и первый там весь мы провели на одной половине поля, на мой взгляд, имели много подходов, имели много моментов. Команда «Балтика», мы ее видели на сборах и анализировали, и знаем, как они играют, ничего у них не поменялось со сбором, с исключением у них по каким-то причинам там, например, футболисты. Как ожидали мы, так они и сыграли. Мы очень опасались стандарта в Балтике. Почему? Потому что есть люди, которые очень хорошо подают, и, может быть, не столь высокий у них карман, но там два центральных защитников. Просто уж у нас такой состав был очень высокоростный, что, наверное, это и показало, потому что, может быть, каких-то голевых моментов не было, шармы, но напряжение было большое. Хотя, если говорить по стандарту, у нас тоже два великолепных момента. Со стандартом был это Игоря после Штафова, по-моему, не забил, и Пол-Яхта. То есть тут по стандартам мы, я думаю, справились. А во втором тайме одолене с такими специально мы знали, что, как сказать, не самая сильная сторона, организационная атака у Балтики. На нашем месте, правда, и, опять-таки, мы немножко стали назад, и мы провели 5-6 очень таких опасных контратак, которые мы должны были завершать, которые должны были довести до логического конца. Но не получилось, хотя, да, это очень старались. В целом-то, первая игра сумбура много. Много сумбура, много незапланированных таких потерь, много какой-то суеты. Но, в целом-то, были и такие отрезки, эпизоды игры, которые мне наша команда понравилась, которые наша команда понравилась. Естественно, есть над чем работать. Чтобы работать некогда, уже 18-го игра, 22-го, но мы сделаем коррективы. И, я думаю, в следующий год подготовимся посерьезнее. Спасибо. Вопросы? Рубин, вот сейчас Сергей Николаевич выразил неудовольство судейством. В частности, моментом посчитал, что первый гол был забит из вне игры и не дали пенальти. И сказал, что это повлияло на исход матча. Ваше мнение об этом? Ну, я не инспектор матча, поэтому не задавайте мне вопросов про судейство, тем более, когда говорите тренер соперник. Ну, то есть, вам так не показалось? Если вашему коллегу показалось, то... Мне тоже показалось, что на кабу-то вы пенальти, мне тоже показалось, что там еще какие-то... какие-то моменты, мы всегда говорим. Это наше мнение, есть мнение соперника, есть мнение судей. Он судит, он не делает их. Есть инспектор, есть там судейская какая-то коллеги, да, которая посодействует решить. Мне, пожалуйста, пригреба. Вы поменяли Коронова на Кабялка, это, ну, по-моему, за 20 минут, так скажем, до конца игры. Это усиление атаки же получается? Ну, в целом-то, это не то, что усиление атаки. Если мы имененно выпускаем нападающего, имененно защитника, это не значит усиление атаки. По ходу матча мы решили, что так нам будет лучше играть. Перестроиться на 4-4-2. Почему? Потому что Коронов, неважно будет дело, он остро играет, он играет очень активно, но в качестве передач, в качестве много потерянного угла. Поэтому перестроились на 4-4-2, зная, что Балтика, которым-то мы немножко нас дали, ударит нечесть, а нарезами, линейными передачами, с которыми мы в целом-то справлялись и хотели, чтобы у нас впереди было два быстрых нападающих от АПА и Фоколёта. Сразу несколько игроков, в качестве зрителей, смотрели матч. Какие прогнозы по этому поводу, что врачи говорят, когда они будут? Насколько их сейчас не хватает? Не хватает, очень не хватает, потому что три защитника, капитан команды, капитан команды Ахмедов, Андрей, Малык, которых все игры сыграли, естественно их не хватает. Здесь у нас есть свободных футболистов, мы, как вы видите, две игры выиграли без них, но дело в том, конечно, не хватает, и даже если говорить про рост, Андрея его нет, мы, кажется, намного ниже всех команд, если взять, поэтому, конечно, каждого из них не хватает, но мы справляемся, чтобы говорить о прогнозах, но Малык уже не рвутся в общей группе, и, возможно, на следующий ручку, и за ручку будут готовы, Ахмедов только начал бегать, а Андрей пока паузу, пока только погонит. Ну, к концу апреля есть какие-то прогнозы о нем становятся или нет? Ну, травмы, это не прогнозировано, поэтому мы, конечно, надеемся, что все будут здоровы и все будут живы-здоровы. Доктор у нас работает, поздница. Спасибо.